Еще в январе 2019 года была снесена первая очередь рыбацких домиков. Прошло 4 месяца, никакие работы больше не проводились, трактор уехал, а стройматериалы в виде развалин остались. Территория от разрушенных стен и остатков мебели до сих пор не расчищена. На побережье стоит отвратительный запах, некогда живописный уголок превращается в свалку стройматериалов. Вы же видели море черное? Это же канализация отсюда, с коллектора. Вот это экологическая катастрофа, а это пока нет. Тут же органики никакой нет. Я думаю, что просто безобразие, как обычно, беспредел, а экологическая катастрофа вон она, видите, где канализация плавает. И дапах сюда заносится. Вот это катастрофа, да. К сносу других аварийных куреней не приступали. По официальной версии на продолжение противооползневых мероприятий нет денег. Хотя, по утверждению депутата Черноморского горсовета Василия Бугачука, под обломками некогда живописных строений уже закопали несколько миллионов бюджетных гривен. За 6,5 миллионов, все, что сделал этот трактор ковшом, поездил, побил по домам, которые отказывались сами члены причала сносить. Допустим, не было у них финансов на снос. Он побил по камням. Бетонолом был продан, потому что многие желающие здесь приезжали, его покупали. То есть фирма, которая получала бюджетные средства, как вы слышите, немаленькие, она же еще занималась продажей бетонолома, там где-то каким-то металлоломом промышляла. Ну, вот так вот выгодно работаем. За два месяца тракторист трактором смог принести застройщику 6,5 миллионов. Напомню, снос рыбацких куреней, многие из которых стоят здесь без документов, мера вынужденная. Мысовая форма, которая, согласно проекту, проходит по территории 114-го причала, сможет удержать верхнее плато города от разрушения и сползания. Дело в том, что все начинается от руководства водомоторной пристани. То есть очень много лет, десятки лет, руководство только продавало эти кусочки, обогащалось. То есть за счет члена водомоторной пристани никогда не думала об интересах и защите прав людей. То есть выдавались кусочки с земли без разрешительных бумаг, без декларации на початок будивельных рубит, без каких-либо проектов, без согласований. То есть пришли, занесли деньги, кусочек земли выделили. Естественно, что человеческий фактор. Кусочек есть, первый этаж, потом пошел второй, потом пошел третий. Если не проводить берегоукрепительные работы, то, во всех смыслах слова, в воздухе подвисают водяной коллектор и высотные дома. В 2018-м госбюджет выделил 97 миллионов гривен. До Черноморска дошла не вся сумма. Впрочем, при определенных раскладах хватило бы и той, которая дошла. Из 90 с лишним миллионов только город получил 30 с лишним. Но если бы эти деньги расходовались с правильным путем, и будем таки говорить, целевое назначение было действительно спасение ситуации, которая признана чрезвычайной, а не разворовывание бюджетных средств, то, скорее всего, вы бы сегодня не увидели эти развалины на 114-м причале. Свыше 30 миллионов, а до этого свыше 80 миллионов потрачены впустую. Сегодня мы понимаем, что мысовая форма не осуществляется, несмотря на то, что закуплен гранит, который мы складируем, то он в одном месте возле зачистных, потом там он помешал, мы его перевезли сюда, в сторону 114-го причала, потом со стороны 114-го причала привезли его на... Это я говорю о количестве гранит, это сотни машин. Когда уберут развалины и начнут укреплять черноморские склоны, не знает никто. То есть здесь уже готовы обратить внимание на многолетнюю проблему нового главы государства Владимира Зеленского. К слову, заправка с любимой президентом Шаурмой всего в километре от Черноморска. Можно сказать, к визиту гаранта все готово. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал Репортер.